Так, ну, сегодня у нас уже 31 марта, идет уже сколько, две недели нашего карантина, сидим дома, мы очень законопослушные, никуда не выходим. Ну, Костя на работу, конечно, ходит, потому что у них их работу не закрыли, ну а мы так, Костик не выходит из дома, я тоже, в общем-то, не выхожу из дома. Сегодня выступали наш премьер-министр, министр здравоохранения, еще более ужесточили правила поведения народу, например, в магазин теперь можно только ходить в зависимости от того, сколько там касс. При одной кассе не может быть больше лимит 3 человека, значит, если в кассе, если в магазине 10 касс, то, значит, может народу быть только 30 человек. Ну, конечно же, соблюдать метраж, полтора метра друг от друга, по трое по улице не ходить, только два человека, лучше одно. Полностью запретили в парках гулять, не бегать, не ездить на велосипедах, как сказал министр здоровья, ничего с вами не случится, если вы две недели не побегаете. И, ну, вот я, например, с этим полностью согласна. Потом, когда, если входите в магазины, обязательно надо надевать рукавички. Про маски, кстати, ничего не говорят. Вот это получается не обязательно. Ну, вот как я могла наблюдать, у нас в маркетах люди, конечно же, ходят и в масках, и в перчатках, в рукавичках. В общем-то, народ дисциплинированный. Ну, вот если так на улицу посмотреть, вот у нас, прямо если из окна посмотреть, сразу парк виден. Обязательно на парках, в парках, на скамейках кто-то сидит. Но вот сегодня я еще не видела. И сегодня у нас даже уже ездила машина, и громким таким голосом говорили, что немедленно полностью освободите это вот место. Ну, как я поняла, это насчет парка было. И людей как ветром сдуло совсем со всех скамеечек. Ну, а, еще нам с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня, сказали, что с 10 утра до 12 часов дня в аптеках и в магазинах вход только для людей старшего пожилого возраста. Ну, это правильно, конечно, чтобы пожилые не шастали вот так вот среди других людей. Ну, что еще сказать? В автобусах, трамваях могут ездить только количество народу на половину сидячих мест. То есть, если, например, в трамвае 40 мест, то в трамвае могут находиться только 20 человек. Ну, в общем-то, конечно же, стараются, очень стараются все это как можно, ну, как это сказать, оградить людей. Но вот, как я смотрю, пока как-то вот нету вот каких-то положительных изменений. У нас уже больше двух тысяч заболевших. И уже больше 30-32, по-моему, уже человека, ну, умерло. Ну, все говорят, что вот пик вот ближайшие две недели будет. Да, костелы у нас не закрыли, но разрешается на мессах присутствовать только пять человек, не считая Капланов. Ну, это правильно, потому что Папа Римский сказал, что участвуйте в мессах онлайн. Ну, и правильно. Ну, вот такие вот у нас дела. Буду надеяться, что все это приведет к каким-то положительным результатам, и, может быть, что-то изменится на лучшее. Будьте здоровы, не болейте, и всего вам самого-самого лучшего. Сохраняйте спокойствие. Сохраняйте спокойствие.